Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворф. С вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня понедельник, 29 мая 2023 года, 460-й день войны Путинской России против Украины. Время 6 часов 59 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Как вы уже знаете из предыдущих выпусков, в связи с переходом Руслана Рыгованова, моего друга и соведущего сержанта Сбройных сил Украины, на другую работу, теперь вместе мы утренние выпуски иногда, может быть, получится, но это будет нечасто. В основном по утрам вести буду я. Однако по выходным обязательно Руслан будет в эфире. Очень, во всяком случае, постараемся. Также, ну, как у него со временем будет, надеюсь, он иногда будет гостем прямых эфиров. Но пока вот буду в одиночестве, так сказать, вести утренние эфиры. Ну, а теперь мы приступаем к нашему обзору новостей. Итак, главная новость дня состоит в том, что Реджеп Таип Ардаган, он победил на выборах президента в Турции и на ближайшие пять лет будет занимать этот пост. Согласно официальным данным, об этом сказал глава Центризбиркома Турции, Эрдоган получил 52,1% избирателей, а за Кемали Клыч-Даруглу его оппонента проголосовало 47,9% избирателей. Первым, кто поздравил президента Эрдогана, был глава Украины Владимир Зеленский. Поэтому тут сейчас все эти разговоры о том, кто победит, уже пора заканчивать. Все теперь уже ясно. Однако, что я могу сказать? Ничего хорошего для Владимира Путина, то, что Эрдоган останется на своем посту, не предвидится. И напрасно россияне надеялись на то, что в случае избрания Эрдогана у них будут какие-то преференции. Взаимодействовать с Путиным сейчас все уже просто брезгуют. Также, чем на это отвечает Россия? Россия, как всегда, отвечает террористической атакой на объекты гражданской инфраструктуры Украины. В частности, этой ночью были слышны взрывы в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой областях. Вот информация пришла два часа назад о том, что в Киеве было более десяти сильных взрывов, причем за последние полчаса. Поэтому, друзья мои, я обращаюсь к вам с просьбой. Если будут сигналы тревоги, пожалуйста, не игнорируйте. А Украина, она точечно работает по российским базам в Мариуполе. В частности, отработали ракеты «Штормшедо». Россияне, конечно же, заявляют, что все они перехвачены ПВО, однако это не так. На самом деле, наличие «Штормшедо» у Збройных сил Украины – это очень неприятный сюрприз для россиян. Вчера мы с вами говорили о том, что по признанию командира русского добровольческого корпуса границы России совершенно не охраняются. Но вот, дорогие друзья, посмотрите, минуту 14 секунд, он сам об этом говорит. Внимание на экран. Я не думал, что участок границы между двумя воюющими уже год странами не будет охраняться вообще никак. Вот мы сюда пришли, тут на входе сидит тетя, которая строго спросила, так, а это кто? А это кто? Ты, это все нормально со мной. А, окей. Вот пройти участок границы между Россией и Украиной было проще, чем зайти сюда. Потому что здесь хотя бы была вот эта тетя, которая спросила так строго, кто что. Там не было никого. Ну, понимаешь, вот мы шли, я думаю, вот сейчас, вот сейчас вот начнут просто со всех сторон там стрелять. Тут сейчас дрон, тут, наверное, у них пушка, тут там какие-то автоматические системы ведения огня, сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Ну, и просто мы выходим на государственную границу, а там колючая проволока ржавая. И она ржавая там, ну, уже, наверное, там лет 10. А в каких-то местах там повалены деревья на нее. И я понимаю, что там, ну, эти деревья, они уже черные. То есть они там лежат бог знает сколько. Ну, и просто всем плевать. Будьте сильными, будьте смелыми. Наберите сил и бейтесь вместе с нами против Украины. А что же сами россияне? А сами россияне вот с каким-то, я не знаю, маниакальным упорством, достойным, на мой взгляд, лучшего применения. Они продолжают отправляться в зону СВО. Вот я хочу предложить вашему вниманию. Полутораминутное видео. Говорят, что это в Москве некая мадам поменяла своего отминусованного мужа по неподтвержденным данным полковника на Сузуки. И по ее словам, не падайте, она очень рада. Минута 22 секунды. Это вы обязаны услышать. Сергей был очень предан военной службе. Его отличало высокое чувство ответственности, долга, профессионализма, патриотизма. Всегда был в центре событий в Чечне, в Сирии, в зоне действия СВО. Всегда выполнял ответственно свою миссию, свои обязанности, как военнослужащий, как журналист. Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно за такую поддержку. Очень рады. Еще раз выражаю благодарность организаторам. Большое спасибо. Очень рады, что оказывают такую помощь семьям. Семьи остались без кормильца. И, конечно, это большая поддержка для мам с детьми. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ СЕПАЛИЗАНИЯ СЕПАЛИЗАНИЯ НОСТРАНИЯ СЕПАЛИЗАНИЯ Ну что ж, меняйте, меняйте. Только обращать на себя внимание одна деталь. Дело в том, что Россия, отгородившаяся от всего цивилизованного мира, лишилась также и запчастей к японским автомобилям и деталей к ним нет и не будет. Так что ни мужей у вас не будет, ни автомобилей у вас не будет. Возникает только один вопрос. А что у вас будет? А ничего. И это подтверждает главный пропагандист России Владимир Рудольфович Соловьев. До него начинает доходить, что его просто используют. Но давайте мы одну минуту посмотрим. Ребята, вот это наслаждение просто это слушать. Внимание на экран. Одна минута. Я не понимаю, почему, например, одни могут получить какие-то женщины, занимающиеся драматургией и режиссурой. У нас оказываются в СИЗО за то, что когда-то они поставили какой-то спектакль. А какой-нибудь бывший мэр, который вовсю клевещет на нашу армию, получает штраф 280 тысяч рублей, который собирает чуть ли не своих подписчиков. И издевается. издевается об этом. Мы вообще что себе позволяем? Я реально этого не могу понять. Я не понимаю, когда с одной стороны мы говорим людям, что вот там какой-нибудь блогер получает реально там срок за дискредитацию армии, а какой-то подонок, считающий себя военнослужащим, может себе нести все, что угодно, но из-за того, что против него есть решение ГААГского суда, здесь он становится неприкасаемым. Он сидеть должен давно за дискредитацию армии. Что это у нас за двойные стандарты какие-то пошли? Как там пела Алла Борисовна Пугачева «То ли еще будет? Ой-ой-ой». И это действительно. «То ли еще будет?» Когда вы в ГААГе, Владимир Рудольфович, показания будете давать, вот это, конечно же, будет просто феерическое шоу. Я вспоминаю, как Соловьев год назад ходил Гоголем и доказывал, что Киев за три дня. Как в старом анекдоте. Не «дысыс», а «как дысал». «как дысал». Ничего, Владимир Рудольфович, это только начало. Друзья мои, в заключении я хочу поблагодарить поблагодарить Руслана Рогова всех бойцов спецподразделения «ХОСТ», всех бойцов Сбройных сил Украины за то, что вы делаете. Спасибо вам. Спасибо за ваш подвиг. Разум до перемоги. Слава Украине! Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд, обязательно подпишитесь на телеграм-канал и до встречи, друзья. До завтра. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин